Ежегодно зоопарк выпускает на волю до 20 особей различных птиц. После реабилитации большинство из них могут выжить в природе. Однако некоторые остаются в зоопарке. Недавно у нас на днях, все знают уже, что обнаружен орлан в Нижнеколымском районе. Вот тоже вот вроде бы нету никаких видимых повреждений, но почему-то птица не улетает. Вот здесь уже будет в Якутске видно, когда он прилетит, что с ним все-таки произошло. Это истощение ли, или болезнь какая-то внутренняя, или может быть какие-то травмы. Вообще хотелось бы сказать, что у животных тоже есть такое понятие, как истощение, вот как анорексия. И поэтому, когда, скажем, есть такой порог, когда животное уже не может этот порог перешагнуть, и набрать снова вес, и восстановить полностью свою нормальную функцию организма. И очень важно в этот момент дать шанс, чтобы стресс снять, во-первых, потому что дикие животные, они очень подвержены стрессу. Для них это условия неестественные. Мы знаем, что когда у живого организма стресс, то тогда происходит тоже на биофизическом, биохимическом уровне различные неблагоприятные какие-то процессы в организме. И вот это тоже очень тонкий такой момент, который нужно снимать, для того, чтобы в дальнейшем животное реабилитировалось. Если во дворе дома вы обнаружили птенца, не спешите везти его в зоопарк. Но и бросать его на произвол судьбы тоже не стоит. Достаточно отнести птицу в безопасное место, недоступное для кошек и собак. В основном, если птички находятся во дворе, это в основном слетки. То есть это птицы, которые птенцы учатся летать. А в основном, когда нам звонят по такому поводу, мы говорим, что необходимо убрать птицу в такое место, где его не достатут кошки и собаки, самостоятельно. Потому что все равно родители следят в этот момент за птенцом. И потом, если вы его забираете, то они теряют этого птенца из виду. Если вы все-таки решили отвезти слеток в зоопарк, конечно же, работники вам не откажут. Однако надо помнить, что есть животные, которые занесены в Красную книгу. И их изъятие из природы и выпуск в природу регламентируется Федеральным Росприроднадзором. Поэтому, если вы увидели птицу, занесенную в Красную книгу, необходимо сразу проинформировать Росприроднадзор или Министерство экологии и природопользования и лесного хозяйства по республике Саха-Якутия для принятия соответствующих мер.